Добрый вечер. Продолжение предыдущего видео о принуждении Украины к подписанию мирного соглашения с Россией. К этому принуждению я отношу и интервью главы ЦРУ Вильяма Бернса, изданию «Политика», в котором он прямо говорит о том, что еще в ноябре 2021 года был уверен в готовящемся вторжении России в Украину и сообщил об этом президенту Зеленскому. Об этом вы можете почитать во всех средствах массовой информации. Там это так не сильно выпячиваются, эти тезисы, но по сути они таковы. В ноябре 2021 года Бернс едет в Москву, проводит телефонный разговор с Путиным, докладывает ему о том, что американская разведка полностью понимает планы России по вторжению, после чего возвращается в Штаты и по дороге звонит Зеленскому и сообщает ему о готовящемся вторжении. А далее в этом же интервью он говорит о том, что в январе 2022 года, в середине января, он уже был в Украине, и эта новость уже проскакивала в средствах массовой информации, проскакивала, но не была принята многими во внимание. В январе 2022 года Бернс в Киеве уже сообщает не просто о планах России начать вторжение в Украину, но и раскрывает детали этого вторжения, говоря о том, что через Киевскую область планируется попытка захвата Киева с отвлекающими ударами через Чернигов, Сумма и Харьков, проход через Чернобыльскую зону и высадка десанта в аэропорту Гастомеля. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что заявление властей о ожидаемой эскалации только на востоке Украины, только в ЛДНР. Ложь. Еще с ноября 2021, а затем и с января 2022, киевским властям Киеву были известны все планы, практически все планы российского вторжения. Возникает еще один вопрос, который нам надо с вами будет задавать, и который мне кажется станет основой будущих претензий к украинской власти после нашей победы. Это подготовка к войне. Вот смотрите, несмотря на то, что с ноября 2021 года мы получали, мы как государство, получали информацию о готовящемся российском вторжении, никаких шагов для увеличения обороноспособности государству предпринято не было. Кстати, тот же Чангар, который был разминирован полгода ранее, до российского вторжения, никто обратно не заминировал. Антоновский мост, который позволил россиянам захватить Херсон, дойти до Херсона, захватить его и захватить Херсонскую область, никто не минировал и не подрывал. Укрепление государственных границ в Черниговской, Сумской, Киевской области не производилось. То есть, минирование или размещение гарнизонов в Чернобыльской зоне или в Киевской области для предотвращения захвата той же самой Бучи, которая стала притчей во языцах и используется как визитная карточка российских кровавых преступлений в Украине, не производилась. Не производилась ни подготовка, ни мобилизация, ни, ну давайте банально говорить, ни копание рвов противотанковых, которые не позволили российской технике приблизиться к Киеву. Почему это происходило? Тут есть две версии, на которые нам придется с вами найти ответ после нашей победы. Версия номер один. Халатность и беспечность. Непрофессионализм власти, которая считала, что это все шуточки. Что Путин опять поездит на танки вдоль границы, как это происходило на протяжении 21-го года, 20-го, 19-го, 18-го, и все успокоится. Халатность и непрофессионализм. Что тоже точно так же является преступлением, из-за которого погибли тысячи, десятки уже тысяч мирных граждан и огромное количество украинских военных. И потерянные огромные территории, инфраструктура. Вы сами все прекрасно понимаете. Халатность и неиспользование власти для того, чтобы защитить страну. То есть невыполнение конституционных функций. Вторая версия. Все это делается осознанно для того, чтобы Путин поглубже завяз в войне на территории Украины. Чтобы как можно глубже зашел в Украину и как можно сильнее застрял на нашей территории. Для того, чтобы максимально зафиксировать Российскую армию на территории Украины. И потом с последующей военной помощью ее уничтожать. Санкциями с одной стороны и военными инструментами с другой. Я в эту версию верю меньше. Почему? Потому что если бы план был именно таким. План был затянуть Путина максимально на территорию Украины. Ценой жизни украинских граждан. Ценой украинской инфраструктуры и будущего украинского государства. То наверное и помощь была бы масштабнее. И возможностей для отражения путинских атак было бы больше. Ну то есть не джавелинами и бэушными касками весь Германии обошлись. А сразу танками, бронетранспортерами, гаубицами, системами ПВО и так далее. Эта помощь пришла слишком поздно. Она опаздывала по отношению к российскому вторжению. Которое было отражено только самоотверженностью украинской армии, украинского народа, волонтеров. И людей, которые просто подсказывали банально координаты оккупантов. То есть я склоняюсь к версии про непрофессионализм и халатность преступную. Но это все вопрос будущего. Но появляются эти новости. Закончу тем, с чего начал сегодня. Для того, чтобы принудить Киев к скорейшему подписанию. Это не мы, не европейские партнеры, не американские. Это вы сами там решаете. Сами решайте в Украине. Но это принуждение к подписанию мирного соглашения. Почему? Потому что когда появляются вот такие новости. О том, что все все знали. Ну ведь идиотов же нет. Хотя конечно в марафоне этого не покажут. Но идиотов то нет в стране. И все эти вопросы зададут. Так могут появиться и другие новости. Мы не знаем какие, но ведь они могут появиться. И это сигнал. Потому что, ребят, мы вам советуем перейти к контрнаступлению переговорам. Просто переговорам. Но это вот такие действия наших международных партнеров, подталкивающие нас с вами к заключению мира с Россией. Считаю, что если киевские власти, украинские власти на это пойдут, это будет большой ошибкой. Я имею ввиду подписание мира на текущих условиях в том положении, в котором мы находимся сейчас. Почему? Потому что, решив для наших международных партнеров проблему их выборов, их затрат, их избирателей, ценой государственности Украины, ценой, скажем так, возможности Путина перевооружиться и продолжить атаку, это будет громаднейшей ошибкой, которую мы не можем допустить. Да, пусть жрут правду. Я имею ввиду наши начальники, наши руководители нашей страны, пусть жрут правду. Мы с них потом спросим после победы. Но отступать в этой ситуации ни нам, ни им нельзя. Подписывайтесь на канал Дубинский, Дубинский проф. в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере и в ТикТоке. Правда ради Украины и только ради победы. Будьте здоровы. Пока.